Второе соборное послание святого апостола Петра. Глава первая. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». И этот глаз, принёсшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт расцветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые, божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Глава вторая Были и лжепророки в народе, как и у вас, будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут оловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, А праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, И не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, Не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденную на уловлении и истреблении, Злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, Они прельщают невутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, Идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, Остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимую бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутые пустословия, Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, Которые едва отстали от находящихся в заблуждении, Обещают им свободу, будучи сами рабы тленья. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо, если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Опять запутываются в них и побеждаются ими, То последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, Нежели, познав, возвратиться назад От преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, И вымытая свинья идет валяться в грязи. Глава третья Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, И заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни Явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям И говорящие, где обетование пришествия его, Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, Все остается так же. Думающие так не знают, Что вначале Словом Божиим небеса и земля Составлены из воды и водою, Потому тогдашний мир погиб, Быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, Содержимые тем же словом, Сберегаются огню На день суда и погибели Нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, Что у Господа один день, как тысячи лет, И тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, Как некоторые почитают то медлением, Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, Но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, И тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, То какими должно быть в святой жизни И благочестии вам, Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, В Которой воспламененные небеса разрушатся И разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его Ожидаем нового неба и новой земли, На которых обитает правда. Итак, возлюбленные, Ожидая сего, Подщитесь явиться перед Ним Неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего Почитайте спасением, Как и возлюбленный брат наш Павел, По данной ему при мудрости, Написал вам, Как он говорит об этом И во всех посланиях, В которых есть нечто неудобовразумительное, Что невежды и неутвержденные К собственной своей погибели Превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, Будучи предварены осем, Берегитесь, Чтобы вам не увлечься Заблуждением беззаконников И не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати И познании Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, И в день вечный. Аминь.